здравствуйте друзья ну что же вот и заканчивается 30 декабря завтра можно сказать весь день мы будем в новогоднем настроении хотя вот вчера мы как раз со светланой обсуждали что никогда еще не было такого нового года чтобы настолько не было новогоднего настроения вот видим это с пандемии связанный как-то вот с таким минимальным общением с людьми хотя вот люди украшают там дома и какая-то иллюминации вроде такой у нас и елочки есть тоже светится хотя мы иногда забываем даже зажечь там эти лампочки как-то вот я не знаю давно не было такого слабо новогоднего настроения но тем не менее по факту по факту значит новый год хочу сказать что неделю а может и две знаете уже не помнишь там толком так скажем какое-то время назад я поговорил ну так можно сказать интервью давал женщине который ведет канал называется он завтрак в калифорнии женщина можно сказать почти местная тут не до неподалеку проживает но мы с ней в скайпе и как-то она там записала этот разговор мне трудно сказать на чем именно так у меня кое-что чуть ли она не с телефона вела беседу не знаю в общем как-то записал и даже мне прислала файлы которые у нее получились но и я как-то подумал что я не буду у нас это вывешивать потому что как-то не очень качественные записи там и ну и вообще темы таки у них девчачий канал в общем в общем-то девчачьи и он он еще и небольшой пока там где-то может быть человек 600 там 650 подписчиков хотя видео там много разные люди автор канала ведущий она в сша уже годика два то есть может быть не безумно много но женщина совершенно замечательно и мы с ней так все больше за семейные ценности разговаривали и я не знаю сколько там у нее серии получится потому что разговор был часика на два так я я тоже не думал думал там полчаса поболтаем там пару часиков у нас не вышло вот как в анекдоте а поговорить да вот мы с ней поговорили и и вышла первая серия этого всего хозяйств и во всяком случае сегодня она уже была мы помним даже вчера и и вывесили но еще раз там не не очень много подписчиков соответственно и просмотров там миллионами там нету и даже тысячами там тоже особо нету но так по чуть-чуть вот я подумал что лучше к я вам вот расскажу что есть такой канал завтрак в калифорнии я гляну если я ссылочку то найду я дам в описании к видео вот а вы значит приходите посмотрите может подпишитесь может вам интересно будет вот особенно девушкам и так вот ну еще раз там такие девчачьи темы и девчачьи завтраки то есть люди собираются позавтракать и во время завтрака обсуждают и там люди разных профессий разных судеб вот и мы тоже в разговоре коснулись вот этой ситуации с браками с иностранцами то есть у меня но как бы есть взгляд на это из моего окошка да из окошка портнов компьютер скул потому что у нас всегда было много девчонок которые выходили замуж но некоторые вот так выходили через всякие онлайн-сервисы брачевались а некоторые но уже тут на месте знакомились по-всякому по-всякому и вот там эта тема у нас была затронута вообще такой как бы женский взгляд такой женский завтрак в калифорнии и и я подумал что для тех из вас кто западет на этот канал может быть это будет хорошим новогодним подарком знаете такой канал в общем-то праздничный по-своему добрый симпатичный ну что сказать я к этому скажу что я понимаю что мои тут эти рассуждения на тему о языке идиш они не не близки там большому количеству наших зрителей но там собирает там буквально 2 в лучшем случае 3000 просмотров даже я как-то немножко как по-английски сказал бы дискарыч да то есть как-то так демотивирован можно так сказать думаю ну что я буду раздражать людей там и что такое вывешивать что никто смотреть не хочет только мне так тоже не хочется ночью посмотрим может быть я буду делать там раз в неделю чуть такой раз неделю и не на два-три слова может а может быть там сразу на там на на 7 на 8 чтобы там буквально парой-тройкой видео закончить мой список сегодня я уже там один сюжетик записал он выйдет утром получится в общей сложности 8 из 31 ну ну не знаю такая такая вот история хотя я вижу что кто-то западает и процент лайков на этих сюжетах он очень очень неплохой я знаете пытался много раз наших зрителей спросить а вот чтобы вы хотели увидеть потому что мне тоже надо как-то знаете мозги немножко прочищать вот и ну вот что что такое сделать чтобы людям хотелось смотреть и дальше мне говорят ну а ничего не не надо ничего не выдумывай вот делай чего хочешь но это замечательно но просто я хочу чтобы больше смотрели значит надо что-то меня другие говорят вот там больше про работу или там больше про технология я про технологии я некомпетентен что я про технологию скажу особо такого вот это как бы не то что там тонкий специалист какой чтобы чтобы технологиях и тоже это очень-очень-очень узкая тема там тема иммиграции мы всегда тут и напоминать не надо вот поэтому как-то я так в таком не то что в творческом кризисе но вот это состояние когда я думаю о чем такое еще рассказать чтобы людям хотелось послушать я даже не знаю там политическая тематика она уже тоже честно сказать оскобенно набила но когда вы читаете новостные каналы смотрите о чем пишут политическое это процентов наверное 90 но нет не правда меньше ковид вышиб так было бы 90 но поскольку еще ковид получился то она они примерно вот так на двоих ковид и политическая берут на себя процентов девяносто еще 10 остается там на что-нибудь такое что тоже тоска зеленая знаете и и в общем я бы даже так сказал сейчас очень трудно находить какие-то новости чтобы вам рассказывать без того чтобы эти новости в их подаче не были бы малька с фальсифицированными политизированными не были бы попыткой кому-то лапши на уши навешать и в общем как-то так вот индоктринировать в какую-то свою там веру и так далее невозможно совершенно смотреть там читать эти новости то есть я конечно смотрю и читаю но я постоянно вот вижу вот эти вот их в общем незамысловатые приемы и ну что я поэтому я стараюсь больше по фактам там если что-то происходит в значительной степени наши зрители мне когда там пишут ой а вот что с этим а что вот с этим там то техас отделяется то у них там я не знаю зубры из заповедника уходят то чего-то сейчас в этом вулкан извергаться собирается то я не знаю ну что то такое там все время какая-то дрянь находится вот калифорния часто нам что с ней будет калифорния не знаю а у люди сейчас все уедут вот компании уедут потом люди уедут потом вообще все кончится вся калифорния и и вот масса вот этого я уж не говорю там про трампа это отдельно это там каждый день там пяток десяток таких новостей типа там техас отделяется или там калифорния под воду уходит поэтому так знаете да вот наши зрители говорят вот многие пишут что такой у нас канал практически единственный но из таких более-менее массовых где как бы нет сумасшествия такого политическом плане но видимо отсутствие сумасшествия друзья не является популярным с точки зрения просмотра подписки интереса и так далее потому что спрос как раз в основном на безумное и тут конечно люди набирают обороты не стесняются а чем стесняться правильно да сейчас не такое время чтобы стесняться но есть люди стеснительные они всегда стеснялись а так вот которые не стеснительные сейчас их время поэтому вот так а у нас друзья новый год вот я забыл я же начал с нового года вот у нас новый год и вы скорее всего это будете смотреть у вас уже будет 31 потому что у меня сейчас где-то 6 часов вечера подходит ну а у вас уже стало быть утро 31 там в отечестве ну потом я еще не знаю как скоро я это видео смонтирую да подвешу в общем но смонтирую и подвешу сто процентов я вам обещаю так что до нового года вашего вы его увидите если у вас будут силы настроения я понимаю сейчас как-то люди больше заняты может они оливье там размешивают майонез добавляют может там за шампанским куда-то побежали в очереди стоят ну я вот так утрирую вот поэтому им сейчас может не не до видео всяких но я это понимаю как бы исторически я знаю что декабрь такой месяц такой со спадом некоторым ну декабрем кончается год но не кончается youtube не кончается интерес наших зрителей к эмиграционным процессам я думаю что вот январь особенно так после 20 января когда каждый день мы будем видеть какие-то какие-то действия со стороны администрации байдена в отношении иммиграции я думаю вот тут мы так найдем чем заинтересовать эмиграционно мотивированную публику который у нас на канале я я уж не знаю насколько много но во всяком случае с точки зрения трафика эмиграционные темы очень 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 популярны так что вот такое дело светлана мне еще говорит что вот когда мы собачку возьмем а мы на самом деле сейчас пытаемся взять собачку мы пытаемся съездить к бридерам мы уже нашли много и местных и не очень местных мы более менее определились с породой которую мы хотим взять вот мы думали раньше взять просто пуделя такого среднего а но передумали мы хотим теперь такую дизайнерскую такую собачку сейчас вот там смешивают разные породы и такие в общем мы мы себе присмотрели вот такую и пытаемся сейчас ее найти слава богу и бридеры есть и все такое есть но там есть места где по полгода ждать надо 4-6 месяцев надо ждать пока щенки появятся есть такие места где может быть там 2-3 месяца надо ждать есть такие места где может быть даже и сейчас можно взять но как-то вот сомнения вызывают эти места откуда у них щенки и как все там происходит поэтому тоже не хочется нарываться и в общем и в целом так вот я думаю может у нас когда собачка появится мы будем с собачкой вести стримы это будет мальчик света настаивает чтобы у нас был мальчик не нужно нам в семье две сучки так что вот будет два мальчика ну а чё мальчик тоже хорошо чё я не против мальчиков у нас был мальчик хороший был мальчик ну плохо себя вел а так хороший то есть он не всегда себя плохо вел временами так что друзья может у нас еще собачка появится и будем так собачья тема собачьей жизни в америке собачья жизнь в америке прям канал можно завести ну вот тоже я не знаю насколько там среди вас много собачников или там кошатников или вообще насколько это привлекательно но это часть нашей жизни мы же ведем блог наш канал это просто рассказ вот о нашей жизни вы видите дом где мы живем вы видите там офис где я работаю вы видите дорогу вот сейчас например по которым мы едем машину Который мы едем Кстати у нас в апреле Будет решаться вопрос замены автомобиля Ну то есть или я его должен оставить Или заменить на другой, на электрический Поэтому я думаю мы такой квест устроим Ну еще осталось 4 месяца примерно Через 4 месяца уже должна быть новая машина В этот день через 4 месяца должна быть новая Ну в общем много всяких там событий впереди Сейчас не очень путешествуется Вы знаете обострение тут со всех сторон Все такое, ковида В Южной Калифорнии уже не осталось коек свободных Там госпитализация такая серьезная Да, вот я возвращаюсь к теме о том Что это просто наша жизнь Вот сегодня я подъезжаю к офису Там стоит паренек, машет мне рукой Там студент, я говорю туда-сюда И кто из чего Он говорит, вот подарки привез Он приехал в офис Это хорошо, что я в этот момент подъехал Так бы он, можно сказать, дверь поцеловал и все Ну вот, я вам показываю там гостя, который зашел Вот собственно на этом уровне То есть вы просто видите почти такое зазеркалье фактически Да, то есть вот смотрите И как бы где мы тут живем И как И что кушаем Что готовим На какой кастрюле там То есть на какой сковороде В какой кастрюле С какими присыпками В какой магазин ходим Что покупаем Друзья, вы фактически проживаете не только свою жизнь Но и наши вместе с нами Вот Тут, слушайте Англичане наши Но уж прям Давайте, знаете что Я сейчас так развернусь Чтоб вам было видно Чего у них там У этих англичан Повернусь туда лицом И заеду Во, друзья, смотрите Я сейчас задом заеду на драйввей На наш Ага О Вот англичане Вот наша соседка идет Надо и ручкой помахать будет Вы видите, друзья Как англичане Зажигают в Америке Вот, наверное, на такой Замечательной ноте Мы с вами и расстаемся Счастливо Редактор субтитров А.Семкин